Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать СМАХА. Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать СМАХА. 17.49.2.2019 года. Обновлено. 18.35.2.2019 года. Фото предоставлено родственниками Владимира СМАХА. Владимир СМАХА после похищения украинскими спецслужбами. Фото предоставлено родственниками Владимира СМАХА. Москва. 2 Декрия новости. В Генпрокуратуре Нидерландов прокомментировали ситуацию с экс-командиром одного из подразделений ПВО ДНР Владимиром Цемахом, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Бэуэй в Донбассе. В июне украинские спецслужбы похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом. 6 ноября, 12.45 видеоблаги радио Спотник. Люди Донбасса. Владимир Цемах, я защищал свой дом. В Нидерландах заявили, что передали Москве запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы он не смог избежать расследования. В Генпрокуратуре считают, что у России не было юридических препятствий для выдачи подозреваемого, так как он гражданин Украины. В заявлении говорится, что ведомство 19 ноября получило уведомление от российских властей о том, что они не знают, где находится Цемах. При этом ведомство, ссылаясь на информацию СМИ, отмечает, что мужчина вернулся к себе домой на Восточную Украину, откуда он не может быть экстрадирован. Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче, говорится в комьюнике. Отмечается, что генпрокуратура сообщила о своей позиции российским властям и родственникам жертв разбившегося рейса МН-17. 1 ноября, 14 часов люди Донбасса. Интервью со свидетелем по делу МН-17 Владимиром Цемахом Малазийский, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Бэуэй сбили из ЗРК БУК, принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска. Как заявлял заместитель Генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Бэуэй, принадлежала Украине. Однако следователи эту информацию проигнорировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Бэуэй. 13 сентября, 022.07 освобождение задержанных россиян и украинцев Нидерланды отказались раскрывать статус ЦМАХа по делу MH17.